Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучать осмогласия. Напомню, что восемь гласов чередуются и представляют собой восьминедельный цикл, который мы можем слышать в храмах в течение всего года. Итак, мы с вами сегодня познакомимся с пятым тропарным гласом. Его мы услышим в неделю пятого гласа, в воскресенье. Воскресный тропарь пятого гласа звучит ярко, мажорно, полетно, как будто в нем слышится радость от благодати Божией. Давайте послушаем звучание этого тропаря. Песня. 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 Я хочу обратить ваше внимание на строение тропаря пятого гласа. Он состоит из трех мелодических строк. На примере второго голоса давайте с вами разберем это строение. Итак, первая мелодическая строка. Вторая мелодическая строка также звучит ярко и мажорно. А вот в третьей мелодической строке мы видим с вами некоторое затенение, уход в минор. А что же дальше? Дальше все эти три мелодические строки пять повторяются. Это позволяет нам хорошо запомнить мелодию пятого тропарного гласа. И напомню вам, что заканчивается тропарь закруглением, таким заключением, которое плавно завершает музыкальную и поэтическую мысль. Слово постресенье слои. А теперь послушаем звучание верхнего голоса. Сопрано. Песня. 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 Большое количество слогов. Итак, давайте послушаем в первой строке, как звучит четок. На примере первого голоса. А дальше идет закругление, распев, изменение высоты слогов. Отцу и духове. Дальше во второй фразе опять послушаем, как звучат два элемента, четок и распев. В конце мы слышим распев. Итак, обратите внимание на строение, на структуру пятого глаза. Исполним полностью его, соединив два голоса. Сопрано и альт. Споем без сопровождения. А капелла. Сопрано и альт. Сопрано и альт. Сегодня мы обратимся еще к одному тропарю. Это тропарь пред иконой Богородицы, всемистрельная. Также ее называют умягчение злых сердец. Эта икона очень любима православными. Царица Небесная в ответ на молитвы, пред ее образом, пред этой иконой, примеряет врагов, защищает от жестокосердных людей. Давайте послушаем, как звучит этот тропарь. Песня. 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 Вот здесь, если вы обратили внимание, очень длинные поэтические строки этого тропаря. И вот как раз строение, чередование трех строк позволяет нам разучить мелодию этого тропаря. Давайте с вами послушаем, как звучит второй голос. Он находится в центре аккорда. Улегчи наши злые сердца Богородицы, и на пасти ненавидящих нас уноси. И всякую тесноту души нашей разреши на твой госветный образ и рающий. Твоим страданиям и милосердиям о нас умиляет все. И раны твои глазуяем, стрелы же наших, тебя терзающих, ужасаем все. Не должна мать и благо сердца я. В чистом сердце нашим от чистого сердца и ближних погибнуть. Ты пусть его истинно уноси сердца умягчение. Теперь споем верхний голос, сопрано. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Твоим страданиям и милосердиям о нас умиляет все. И раны твои глазуяем, стрелы же наших, тебя терзающих, ужасаем все. Не должна мать и благо сердца я. В чистом сердце нашим от чистого сердца и ближних погибнуть. Ты пусть его истинно уноси сердца умягчение. А сейчас все вместе споем без сопровождения весь тропар предыконы Богородицы умягчения злых сердец. Послушаем тон. Напомню, что здесь чередуются три мелодических фразы и в завершение мы слышим и поем заключение. ПЕСНЯ Умягчи наше злое сердце Богородицы и на пасти ненавидящих нас угаси. И сякую тесноту души нашей разреши на твой Бог свет и образ верующий. Твоим страданием и милосердием о нас умиляем все. И раны твои лоб изоим, стрелы же наших, тебя терзающих, ужасаем все. Не должна мать и благо сердца я. В чистом сердце нашим от чистого сердца ближних погибнуть. Твоим страданием и милосердием о нас умягчения злых сердец. Подведем итог. Сегодня мы с вами изучили два тропаря пятого гласа. Воскресный тропарь и тропарь иконе умягчения злых сердец. И постепенно мы учимся сами самостоятельно распевать текст, относящийся к данному гласу. Мы узнали, что в тропарях чередуется несколько мелодических строк. Их может быть две строки, как было в четвертом гласе. И сегодня мы чередовали с вами три мелодические строки. Также мы узнали, что в конце тропаря всегда следует заключение. Его следует запомнить особо. Сегодня наше занятие по-прежнему провели с вами преподаватель воскресной школы Фролова Маргарита Николаевна и певчая храма Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском Подылова Жанна. Благодарим вас за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok